Иисус Иисус Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему Искуситель. Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Открытая книга». В нашей студии гость доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Здравствуйте, Ростислав Николаевич. Рады вас приветствовать. Мы с вами говорим о ходе всемирной истории и о том, как эта история отражена в Священном Писании. Начало земного служения Иисуса Христа ознаменовано тем, что он был отведен Духом Святым в пустыню. Мне хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили о принципах Царства Божия на основании тех искушений, которые пришлось пережить Иисусу Христу. Скажите, пожалуйста, почему именно Дух Святой привел Иисуса Христа в пустыню? Иисус Христос, как Сын Божий, должен был встретиться с теми искушениями, с которыми сталкивается род человеческий в ходе истории. И поскольку Адам и Ева фактически поддались тем искушениям, всем этим искушениям в раю, будучи в прекрасных обстоятельствах, и то Иисус Христос должен был противостоять этим же искушениям в пустыне, для того, чтобы показать, что не было никакого основания поддаться этим искушениям. Очень популярный христианский писатель сегодня Филипп Янси пишет о том, что в пустыне произошла встреча двух вселенских гигантов. С одной стороны, это был Люцифер, который считал, что он находится в больших преимуществах. С другой стороны, это Иисус Христос, наш Творец и Создатель, который при этом был облечен в ослабленную человеческим грехом природу и тело человеческое. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Что предлагает ему дьявол здесь, в этих искушениях? Ведь, наверное, никто не будет сомневаться, что человек, который не ел 40 дней, 40 ночей, ничего не будет, может быть, страшного в том, если он немного вкусит хлеба. Дело в том, что здесь было поставлено три основных вопроса. Это первое – искушение хлебом в более широком масштабе искушения материальными благами этого мира. И вопрос был поставлен, что важнее – или вот это материальные блага, или духовные ценности. Что должно быть приоритетным для человека? Или земные все блага, выгоды, вот эти, или же действовать по воле Божьей. Избрать духовное или материальное. Интересно, что дьявол использует, казалось бы, очень хорошую способность, которую Бог дал человеку, наслаждаться пищей, которая на нашем столе. И эту способность Бог дал человеку. Да, но не хлебом одним будет жить человек. То есть, все-таки мы можем сказать, что духовное начало, оно является в человеческой жизни первостепенным. По крайней мере, так замыслил Господь. Он сам сказал, ищите прежде Царство Божие и правду Его, и все остальное приложится вам. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Что можно сказать по поводу второго искушения? С чем оно было связано? Не всегда оно понятно. Дьявол возвел Иисуса Христа на крыло храма. Что он этим пытался достичь? Здесь искушение чудом. Вот ты можешь совершить это чудо, но не Бог планировал это. То есть здесь момент такой, своеволье, момент своеволи. Когда мы свою волю ставим определяющей и готовы использовать и чудо для того, чтобы достичь своего, минуя волю Божью. Поэтому сказано, не искушай Господа Бога твоего. И не требуй чуда от Бога, где нет на то воли Божьей. Очень интересно, что фактически главной задачей Иисуса Христа, когда Он пришел на землю, было то, чтобы привлечь людей, привлечь внимание людей к себе, к своей личности, поскольку Иисус Христос, Его личность, была отражением Небесного Отца. Именно поэтому, возможно, дьявол предлагает ему более легкий выход из этой ситуации. Дьявол предлагает не крест, а он предлагает другой вариант, более легкий. Он предлагает удивить людей вот этим чудом, показать какое-то знамение. А надо сказать, что фарисеи и книжники очень часто просили у Иисуса Христа знамение. Да, даже было такое представление, что Мессия должен по воздуху прийти, с небес как бы явиться, и вот тут начать все устраивать на земле, имея такую славу внешнюю и так дальше. Но в данном случае Иисус Христос в основу всего ставит повиновение воли Божьей, доверие к Отцу Небесному. И никоим образом не использование божественной способности для того, чтобы делать по-своему, своей волей, не должно быть. Но надо все-таки, наверное, сказать, что вот подобная позиция или подобное действие, которое предлагает дьявол Иисусу Христу в этот момент, оно все-таки было искушающим моментом. Он действительно искушал Иисуса Христа, поскольку он понимал, что для человеческой природы Иисуса Христа было бы, наверное, действительно хорошо, так скажем, последовать вот этим путем за дьяволом. Да, это было настоящее искушение. То есть, наверное, мало кто выдержал бы и выдерживает подобное. Очень часто есть даже такая поговорка «умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет». То есть, в данном случае ему было предложено просто не идти на страдания, не испытывать боль, скорби, не испытывать непонимания, одиночества, какое-то отвержение, а просто приступив таким образом заповедь Божию о неискушении Господа Бога, таким образом достичь, наикратчайшим путем достичь своей цели. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Что можно сказать о третьем искушении Иисуса Христа? Ну, это самые распространенные и сегодня в мире искушения, как и первых два. Но третье искушение – это искушение властью, искушение господством над миром, господством над всем миром. И это было предложено ему, «Поклонись мне, и я тебе дам власть над этим миром». Но что значит поклониться дьяволу? Это значит признать, что зло больше, чем добро, и ложь больше, чем правда. Поэтому Иисус Христос, конечно, даже ради предлагаемого господства над миром, не отказался от служения правде и добру. Несмотря на то, что Он пришел на землю для того, чтобы все-таки завоевать мир для Господа. Росислав Николаевич, вопрос следующий. Ведь предлагая подобное искушение Иисусу Христу, дьявол таким образом пытается разделить, что ли, Бога в самом себе. С одной стороны, Иисус Христос пришел как Божий Сын, с другой стороны, есть Небесный Отец на небе. И вот подобным, чего пытался добиться дьявол, подобным искушением? Действительно, хотел его на свою сторону как бы привлечь, чтобы Господь Иисус Христос перестал уповать на Отца Небесного, и идти по ходу обстоятельств, по ходу искушений. Вся трагедия всемирной истории заключается в том, что человечество в целом в основном не выдерживает этих трех основных искушений. То есть искушение материальными благами, искушение своевольем и использованием всех средств для достижения своего. И третье искушение властью или господством над другими людьми, над миром. У каждого есть своя гора соблазна, можно так сказать. Пусть она не такая высокая, пусть он нам предлагает не все богатства мира, не всю славу мира и не все господство над миром. Но человек зачастую идет на компромисс с совестью, даже тогда, когда ему предлагается очень немного. В этом вопросе. На мой взгляд, вот в этом третьем искушении показана вся откровенность дьявола. Поскольку, если можно по-разному трактовать и первое искушение, и второе искушение, в третьем искушении, когда он говорит, все тебе отдам, если падше поклонишься мне, фактически здесь показаны самые сокровенные и тайные мотивы дьявола, каковы они были при начале великой борьбы. Да, вот вы же знаете, что Достоевский в своей знаменитой легенде о великом инквизиторе, он показывает грех, заключающийся в том, что средневековое католичество и папство, оно попало под искушение и не устояло в искушении, в том, в котором устоял Христос. То есть желание господства над миром. Вот. Поэтому это очень глубокий психологический, философский вопрос, который очень сильно был поднят в нашей русско-классической литературе. И понимание природы вот этого искушения может дать понять и понимание философии истории, и истории христианской церкви тоже, которая подверглась тоже тем же искушениям, что и сам Иисус Христос. Но, к сожалению, не всегда выдержала эти искушения. Иной раз становилась жертвой этих искушений и приводила к тем мучительным тупикам, которыми полна история Средневековья. Со времени Бенедикта XII к двум золотым диадемам на папской тиаре была добавлена третья диадема, что должно было означать «верховенство Папы над всем миром». Своё влияние церковные главы поддерживали любыми средствами. Только за 18 лет деятельности главного испанского инквизитора Тарквемаде тем или иным способом было уничтожено 14 тысяч человек. Почти 100 тысяч человек прошли через разные наказания бессрочную тюрьму. В падких на сенсации простолюдинов пытались привлечь обилием чудес. Одним из приёмов стало почитание реликвии. В VIII веке корабли стали доставлять в несметном количестве черепа и скелеты, которые потом сортировались и продавались папами. Костёл в Виттенберге, к двери которого Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, содержал 19 тысяч священных реликвий. При такой масштабной торговле неизбежны казусы. В Испании один собор представил перо из крыла ангела Гавриила, который явился Деве Марии. Однако после исследований выяснилось, что это было всего лишь прекрасное страусиное перо. Известный английский поэт Джон Мильтон написал серьёзное произведение, которое называется «Потерянный и возвращённый рай». Вот в своей поэме он обращается вот к этому описанию в пустыне, как, так скажем, главному столкновению между силами добра и зла. Он переносит вот это столкновение с Голговского креста в пустыню, поскольку считает, что именно в пустыне решалась, в общем-то, человеческая судьба. Вот в этом смысле, если говорить о пустыне, как о сражении между Иисусом Христом и дьяволом, что можно сказать в отношении принципов царства, на котором строится, так скажем, сатанинская власть, и принципов царства, которые строятся на божественном характере, божественной любви. Это предельно понятно, что те пути, которыми дьявол предлагает создать мир и создать благополучие, личное и общественное, оно в конечном счете приведет наше человечество к пустыне, к опустошению, к разрушению, а не к созиданию. Что касается принципов царства Христа, и Христос в этой борьбе показывает противоположный принцип. Он каждый раз подчеркивает Господу Богу, Твоему поклонись, и Ему одному служи. Вот теперь посмотрим, каково будет царствие Божие в результате победы Иисуса Христа над искушениями. То есть Он твердил основы царствия Божьей именно в свободе человека, оставил за человеком свободу выбора добра перед злом. И вот те люди, которые избирают вместе с Иисусом Христом эти принципы, принципы служения Богу, принципы того, что духовное должно быть выше, чем все интересы остальные человеки, и они должны мотивировать всю остальную деятельность человека. Тот человек, который не властолюбец. Вот эти принципы, все они заложены в основу царствия Божьего. И вот то царствие Божье, которое будет, это не просто вот красивая картинка благополучия, рай, всего достаточно, все сияет, все блестит вокруг. Вот нет в основе царствия Божьего, нравственная его основа, это доверие к Богу, это жить по принципу закона Божия, и полное единение с природой и друг с другом, единение в гармонии, та гармония, которая может возникнуть только в результате того, что Господь присутствует, и человек повинуется принципам добра. Вот это царствие Божие. Если вы видите, что в конце истории Христос приходит и устанавливает свое царство, в него войдут те, которые победили в этих искушениях силою Божией. И сам царь, Иисус Христос в этом царстве, он победил эти искушения, как голова человечества, будучи в человеческом теле. И все, которые за ним последуют, они наделяются силой Божией для того, чтобы составить новый мир, новый миропорядок, о котором говорит Евангелие, о котором говорит Откровение. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, и будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут трудиться напрасно и рожать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Мир на земле может быть тогда, когда люди будут носителями мира в своем духе, в своем сердце. Они будут гоними тщеславием, жадностью, желанием властолюбия и так дальше. Потому что только тогда, когда это будет уничтожено в человеческом духе, и в человеческой природе. Только тогда может возникнуть гармоничное общество или Царствие Божие. Поэтому Господь ведет очень четкую, определенную борьбу за человеческое сердце. И такой человек, который подчинился ему, это есть тот, который будет в Царстве Божьем. Интересно, что на Голгофском кресте происходит апогей, отвержение дьяволам вот этого Божественного Царства. поскольку мы помним, что именно над головой Иисуса Христа была написана табличка «Сей есть царь иудейский», то есть дьявол отвергает такого царя. Царя, который прощает, царя, который не желает добиваться поклонения и признания. Чудесами ли, с насилием и подавлением личности, манипуляцией. Расскав Николаевич, у меня следующий вопрос. Очень часто его задают люди. Где гарантия того, что больше в истории после уничтожения злых сил больше никогда не появится искушение повторить то, что уже было? Это будет несколько основ для этого. Во-первых, Господь преобразует человеческий характер, в первую очередь, силой влияния Духа Святого. Второе, Он при воскресении дает человеку тело, уже свободное от этих пороков, которые накоплены людьми. И третье, Он уничтожает Люцифера, уничтожает искушение внешнее. Основоположника этого оттепления. То есть, вот этих трех измерений фактически человек избавляется от возможности совершить зло. Он сам является сторонником добра. Человек становится убежденным носителем добра. Он вмещает его, он воплощает его в себе. И человечество все обретает, и вселенная опыт победы над злом и осуждение зла в ее основах. Наверное, сюда же можно еще добавить раны Иисуса Христа, которые останутся на всю вечность. Да, кровь Иисуса Христа это будет гарантия того, что Бог есть вечная любовь. Вера в эту любовь Божию, в пролитую кровь Христа, это то, что привяжет всех к Господу узами любви, благодарности и признанию. Большое спасибо, Рыслав Николаевич. На этом мы заканчиваем свою программу. Мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До новых встреч. Да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok